До 9 мая осталось 38 дней. Мы продолжаем рассказывать вам о Великой Отечественной войне, по крупицам собирая воспоминания о тех, кого уже не осталось в живых. Сегодня мы расскажем о герое Советского Союза Андрея Николаевича Ёлгине. Андрей Николаевич родился в 1898 году в селе Качири Семипалатинской области Российской империи, ныне село Теренколь Павлодарской области Республики Казахстан. Участвовал в гражданской войне. В 1929 году одним из первых вступил в колхоз. Работал бригадиром. В 1940 году его избирают заместителем председателя колхоза Путь Ленина. В Красную армию был призван Максима Горьковским райвоенкоматом 29 сентября 1941 года. Старший сержант – командир отделения автоматчиков 611-го стрелкового полка 88-й стрелковой Витебской краснознаменной ордена Суворова дивизии 3-го Белорусского фронта. 4 ноября 1944 года в непрерывных боях за город Гальдаб в Восточной Пруссии гитлеровцам удалось замкнуть кольцо окружения. Был получен приказ пробиваться из города. Знамя полка поручено нести знаменосцу старшему сержанту Андрею Николаевичу Ёлгину. В ходе тяжёлого боя он остался один, тяжело раненый. Утром, когда наши войска отбили высоту, они нашли знаменосца. Вокруг него лежало 9 убитых гитлеровцев. Сам он получил второе ранение – смертельное. Но честь и святыня 611-го Минского ордена Александра Невского стрелкового полка, знамя чести, осталось у него на груди. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1945 года Андрею Николаевичу Ёлгину посмертно призвоено звание Героя Советского Союза. Валерия Щепчук, Ертасахпарат.